всем привет всем здравствуйте меня зовут елена это канал посвященный вязанию хотя сегодняшнее видео будет не только про вязание но это тоже сегодня будет обещанное видео про выставку рус арт стиль да я обещала вам экскурсию поэтому если вы любите креативные необычные оригинальные изделия если вам интересны новые лица если вы в целом любите и почитаете рукотворную красоту тогда тогда пойдемте пойдемте скорее любоваться всем этим напомню выставка называется рус арт стиль это уже вторая по счету выставка на первой мы гуляли вместе с вами парке сокольники выставочном центре видео на канале есть ну а на этот раз это новое место и все креативные такие интересные мероприятия события всевозможные проекты московские они конечно стремятся сейчас осваивать эту новую площадку это арт-пространство amber plaza выставка прошла буквально недавно состоялась у нас 12 по 15 сентября и в общем то как я поняла большинство участников очень очень довольны конечно же была масса различных мероприятий были мастер-классы были лотереи всевозможные проходили они все четыре дня были выступления артистов творческих коллективов все это было очень очень разнообразно интересно и были показы были показы различных дизайнеров ирина яга да я вам про нее уже рассказывал неоднократно вы знаете что я очень я являюсь большим поклонником ее творчества очень интересная техника смешанная это работа с пряжей работа на основе валяния и набивки очень интересно ирина про это подробно рассказывала в одном из видео я вам делаю интервью с ней на этот раз у нее был тоже любопытный показ она сделала очередную коллекцию но к сожалению видеокадров у меня нет поэтому показываю вам лишь фотографии если вам любопытно познакомиться с ее работами с ее творчеством более подробно то конечно вы можете пройти по контактам которые вот вы видите здесь в углу экрана в общем да я являюсь почитателем ирины конечно же желаю ей дальнейших успехов творческих также были разнообразные показы дизайнеров которые к сожалению я не знаю победила впервые были этнические костюмы были всевозможно оригинальные костюмы ну такие стать своеобразные трансформеры в общем это это любопытно да если говорить про участников а их было надо сказать более 300 до более 300 участников из различных регионов россии а также из-за рубежа так вот если говорить про участников то были дизайнеры одежды были ювелиры были керамисты были художники вот что касается художников то была интересная экспозиция у известного художника действительно известно это известное имя это владимир пронин это заслуженный художник россии это преподаватель аргуемии никосыгина но все вы знаете да это самый самый главный самый старинный институт высшее учебное заведение которое готовит специалистов легкой промышленности в общем уважаемый заслуженный деятель искусств у него очень интересная техника она ну во первых это все орнаменты это все кусочки это все различные мелкие детали и все это очень очень символично как он сам говорит его направление называется орнаментальный неосимволизм да действительно лучше и не скажет в общем и целом очень интересные оригинальные работы по его эскизам созданы различные предметы интерьера мебель украшения габелена картины в общем очень разнообразное прикладное назначение естественно у его работ и насколько я знаю участвует выставках не только в россии но и за рубежом талантливый человек и он тоже здесь показывал свои творения из крупных производителей я видела торжокских золотошвей ну в общем то они что они говорите это известный бренд это старинный бренд и в общем то да это даже гордость какой-то степени наша отечественная ну а также я хочу вас познакомить с теми участниками которые привлекли лично мое внимание с кем я познакомилась но и начнем мы пожалуй с галины викторовны гребченко она вязальщица и вот совершенно неожиданно я имела такое приятное знакомство как ваши успехи на выстрел знаете неплохо понравилось вообще понравилось и вообще неплохо мы продали свои вещи а что у вас в основном вот что у вас какой ассортимент в основном а вот вот видите но я вижу кардиганчики толстовочки причем я не совсем понимаю это детская или это для взрослого человека это это на несколько размеров это душегрея вообще занимаемся этносом ну и же надо рассветки такие интересные сделано по принципу русской душегрея какая интересная идея а это вот вот это ну сами понимаете это нужна и современность но не сделаешь же это душегрею правильно не повесишь ее нет ну почему есть ценители действительно но вообще идея душегрея она делается из чего она делается за класса шелка чисто традиционная но мы не стали это делать потому что ну кто это все понимает понятно да вопрос себестоимости тоже важен ну конечно конечно а сейчас что вы вяжете тоже душегрея нет это я вижу вот сейчас я вам покажу как красиво вот эта повязка а с чем вы работаете что у вас за материал это красиво очень это нитки это акрил это хлопок в основном мы работаем с хлопком шерстью но смесовой ткани шерсть хлопок вискоза сами понимаете не капризная вытянется нет вы знаете смотря как вот это смотря как вяж вот это но никогда не вытянется наоборот скрутиться а здесь большое содержание вискоза составе да обычно вискоза но обычно половина половину либо если это чисто вискоза то где-то 95 процентов остальное акрил но допустим как здесь конечно пожалуйста видите вот а если только допустим 1 вискоза она не смотрится на вытягиваем если шерсть она тоже вытягивается в лучшем случае она сваляется и вот любая добавка она как правило как правило держит форму для чего она совершенно верно ну и не закатывается и долговечность ну в любом случае выставка заканчивается я вам желаю успехов уже все уже остались последние часики да да конечно на любом случае желаем вам успехов а у вас есть визитка какая-то или что-то как мне с вами связаться я вам потом будем общаться давайте с радостью удивляйтесь у меня здесь я я человек много плановый а вы откуда с какого города и город брянск понятно а я запорище 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 что из запорожья приехали сюда давно много лет назад на украина и мои корни вы не возражаете если ваш костюм красивый поснимаю очень оригинально а еще я очень хочу вас познакомить с мастерицей очень приятный человек оставила невероятно теплое впечатление от знакомства ее зовут инна а вот здесь внизу вы видите как называется ее страница в инстаграм очень вам рекомендую очень и очень рекомендую вы знаете настолько отзывчивый человек она пожалуй одна из немногих кто не напрягся когда я подошла к ней из камеры нет она очень доброжелательно улыбнулась она не стала задавать таких вопросов а зачем вы снимаете а с какой целью вы снимаете они надо снимать мои работы надо сказать что меня очень многие гоняли участники и не позволили сделать видео снимать их работы но у всех со я реакцию всех свое видение этой ситуации бога ради но вот сильный мне очень понравилось общаться и посмотреть какие интересные действительно необычные у нее творения там где голова вторая рука класс так напротив взорвали внизу дорогая рука ой ну надо жарить здорово когда мы одеваемся слушайте как оригинально вы просто гениальны вы гениальны это правда здорово еще такая приятная на очередь махерка да да это кит махер миссисипи его почему-то сняли с производства но вы можете на альтернатива найти какую-нибудь приятную драпирующиеся хорошую что можно найти альтернативы но он будет дорогой с этим я пашинировалась совсем пока себе такая любительница всяких этих штучек просто я сейчас покажу как это называется связаная геолития здесь очень много интересных необычных по дизайну покрою изделий они все смотрите легко драпирующийся всем я смотрю нахерчик 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 и смотрите какая красота ой боже так инна вас зовут а я можно возьму то я вам приготовила да а с той стороны у меня моя это мой телефон как вас найти я просто вам покажу это моя последняя разработка два разных рукава ох как здорово так я подальше отойду чтобы вас можно было хорошо смотреть необычно это очень необычно то есть один короткий да от него идет полотно это асимметрия асимметрия делаем пластику мы его переворачиваем вверх ногами да да или я так же одеваю по моему так же нет а я поняла и вот здесь получается драпировка сверху где у вас вора это же какое мышление надо иметь интересное геометрическое кашемир с махером на ощупь конечно божественно что она еще что и у меня было вообще итальянский бобинный да да итальянский бобинный но вы видели сейчас все сами как это драпируется потрясающе вот сейчас она показывала себе еще одно открытие на этой выставке но я никак не могла пройти мимо но никак не могла это екатерина причем она участвовала выставки вместе со своей мамой но вы понимаете у меня не было просто никаких шансов пройти потому что я когда издалека увидел их яркий стенд все я как будто бы посмотрела зеркало мастерица с мамой вязание но все я пропала здравствуйте на чего же талантлива моё почтение и двоих своими руками это мы сами вяжем но про рассказать про вас могу вас же есть до визиточка вот вы екатерина екатерина но это фантастика что могу сказать безусловно спасибо это очень креативно плюшевая зай а какой в основном вы используете пряжу здесь и хлопок и акрил да и что здесь и хлопок и акрил но вот это полиэстер да это ага это гипоаллергенная для деток да это понятно чтобы в кроватку и да и не бояться что ребенка угроз может и конечно и и глазки тоже вот вышиваю а тогда у них нет даже никаких пластиковых деталей ну да да чтобы не было чтобы запасить ребеночка камер тот мешутку тоже неплохо кстати отлично и новые власти отличная идея да действительно это максимально безопасно и выжитые но потому что вот тут такой облегченный вариант до мишка у него совсем простые глаза и носы тоже вышитые они даже не вышитые здесь они связаны как пимпочка сверху да вот как у клоуна и мне очень нравится их дело такими сюжетами вот этот он прям такой на самом деле была идея белеет парус одинокий от лермонтова и он поэтому получился такой морячок одинокий с одной стороны морячок но с другой стороны такой пейзажный жираф и точно так же вот такие со звездочками он вроде бы и полосатый но такой небесный жираф у вас богатая фантазия и на рассветке удачное сочетание приятные глазки я очень люблю яркие сюда они часто бывают такие конечно конечно но большая молодая бабаха да они живут в своей жизни и кстати неудивительно да что он любимчик 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 шляпка это мой любимец рудольф город крути сначала появился а сначала появилась куголка флавия а потом когда родился рудольф он еще был не до конца рожден и очень его шляпы и вообще он был такой еще не до конца наделанный но как-то их оставил вечером сидеть вместе с на прихожу смотрю она ему голову так на плечико положено и они прям так подружились и вот теперь в принципе они пара мне даже не хочется разлучать пищи как пишь получишь тык жучу Там за карточкой цветка, они прямо по вакуумные носки. Здравствуйте. Вы решили распрощаться с изделием, да? А я смотрю, вы ножницами что-то отрезаете. Ну, они споровались в кушке. Я их разъединяла. А я уж побоялась. Думала, вы его режете. Думаю, как же жалко. Ну, вот такого я еще никогда не видела на выставках. Это эксклюзив, да? Да, не увидела. Не увидела, да. Вот это 100% эксклюзив. Вот это вот шикарно. Мне кажется, потому что все уже косо, этих нервов. Понятно. Но, правда, смотрится очень стильно. А ты будешь на педаль нажимать? Вот я и говорила. Ирина Иванова, 6902, инстаграм. Инстаграм, отлично. Очень хорошо. Ирина Иванова, что ты шелком, а не с пожеланиями. Вот это просто мечта есть. Куколка радости. Это забава. Символ нежности и смелости. То есть, каждая с характером, со своим функцией, да? Вот Миланя у нас. Это соломея, душу, пыль, ей можно доверять секрету. Друзья мои, видео получилось не слишком долгим. Но я надеюсь, что вам понравилось. Я надеюсь, что остались очень приятные впечатления. Вы познакомились с новыми людьми, с новыми лицами. И буду рада вашим откликам. Если вам интересно подобного рода экскурсии, то, конечно же, пишите. Мы с вами обязательно погуляем еще где-нибудь в каком-нибудь интересном месте. До новых встреч. Желаю всем творческих успехов, а также успехов в делах поседневных, бытовых. Без этого не... До новых встреч. Счастливо. Счастливо. Я так рада сегодня презентовать вам свой клик. На трек стало модно. Здесь такая замечательная площадка Русан. Спасибо большое за такую крутую организацию. Это очень круто, когда есть своя коллекция одежда, спортивная, готова, повседневная. Продолжение следует... Продолжение следует...